На этой неделе вышел отчет ООН о том, что климат меняется быстрее, чем ожидалось, а также отчет Всемирного банка, в котором говорится, что уже к 2050 году число климатических мигрантов превысит 200 миллионов человек. Массовые переселения людей будут происходить из-за недостатка пресной воды, засухи и наводнений. Рассказываем, где климатическая миграция уже началась и чем она может обернуться для России, когда и где начнется массовая климатическая миграция, 13 сентября Всемирный банк опубликовал отчет Гранц, согласно которому количество климатических или экологических мигрантов к 2050 году вырастет до 216 миллионов, масштабное переселение людей из одних стран в другие будет, по мнению авторов отчета. Происходить в ближайшие годы из-за внезапных или постепенных изменений в природной среде, вызванных подъемом уровня моря, экстремальными погодными явлениями, например, слишком аномальная жара или холод засухой или нехваткой пресной воды. Климат трансформируется неравномерно, поэтому в результате глобального потепления в некоторых странах может похолодать на несколько градусов. В некоторых регионах, например, в Арктике, значительно теплеет, а в других климат может становиться локально холоднее. В контексте экологической миграции принято говорить о странах третьего мира, где климатические изменения приводят к голоду и росту смертности. В том же недавнем докладе Всемирного банка внимание в первую очередь сосредоточено на таких регионах, как Северная Африка, Восточная Европа и Центральная Азия. Однако авторы предупреждают, что ни у одного региона нет иммунитета от этой проблемы. В отчете Всемирного банка сообщается, что внутренняя климатическая миграция будет расти в ближайшие десятилетия, а после 2050 года ее темпы ускорятся еще сильнее, если страны не сократят выбросы парниковых газов. При этом уже к 2030 году в разных регионах возникнут очаги климатической миграции. Из регионов, где климат будет угрожать жизни и благополучию, люди начнут массово перебираться в регионы с лучшими условиями. Заместитель главы Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фегеля, представляя отчет, сказал, что если в ближайшее время будут приняты меры по сокращению выбросов и восстановлению экосистем, то количество климатических мигрантов может сократиться на 80%. Однако неизвестно, насколько реально, что такие меры будут своевременно приняты, учитывая, что в опубликованном на этой же неделе отчете ООН по климатическим изменениям говорится, что ситуация с глобальным потеплением хуже, чем предполагалось, а локдауны из-за пандемии COVID-19 не помогли сократить выбросы парниковых газов. Кто и откуда будет мигрировать в действительности количество мигрантов, может быть даже больше указанных в отчете Всемирного банка показателей, так как они не учитывали богатые страны Европы или островные государства, которые тоже могут оказаться в зоне риска. «Самые чувствительные изменения происходят даже не столько в температуре, сколько в комбинации температуры, влажности и других параметров», сказал в комментарии Forbes футуролог, инвестор и бывший генеральный директор РВК Евгений Кузнецов. По одной из моделей, климат Южной Европы потеряет 30-40% влаги уже к 2040 году. Грубо говоря, отмечает Кузнецов, это значит, что Италия превращается по климату в Тунис. В то же время в Юго-Восточной Азии количество выпадающих осадков сильно растет. Бывают периоды, когда 100% влажность сочетается с температурой выше 33 градусов, такое сочетание очень опасно для пожилых граждан и людей, у которых есть проблемы со здоровьем. Получается, что очень много заселенных и довольно богатых регионов могут попасть под удары климатических аномалий или существенного изменения температур, объясняет Кузнецов. Инвестор, визионер, основатель Next Bigling и бывший исполнительный директор Раа Йиги Александр Чекунов отмечает, что среди климатических мигрантов будет очень мало тех, кто может это себе позволить, выбрать комфортный для себя климат, то есть обеспеченных людей из регионов, где климатическая ситуация окажется недостаточно благоприятной. Подавляющее большинство – это беженцы, которые будут просачиваться через границы, нарушая законы, и будут жить во временных поселениях в соседних странах. По оценке Чекунова, уже в ближайшие десятилетия мы столкнемся с проблемой размещения миллионов новых климатических мигрантов по всему миру. Выделяют два основных направления климатической миграции. Внутри страны, которые обычно вызваны стихийными бедствиями, и трансграничная, происходящая из-за усиления рисков, спровоцированных изменением климата, ростом бедности, голода, неравенства и так далее. Наталья Маковецкая, директор ЭСК практики Байкал Коммуникейшнс Групп, объясняет, что в обоих случаях миграция происходит вынужденно, однако нормы международного права не защищают их, как тех, за кем официально закреплен статус беженцев. Фактически, климатические беженцы законодательно не защищены. Сейчас, вероятнее всего, люди будут искать для себя зоны с комфортным климатом, где есть в достатке пищи питьевая вода и пространство для выращивания еды, причем мигрировать они будут как в пределах своих стран, так и в другие государства. Евгений Кузнецов считает, что уезжать за пределы своих стран будут только самые бедные и самые богатые. Бедные будут просто штурмовать границы, а богатые заранее скупят самые перспективные участки земли на самых климатически благоприятных территориях. Средний же класс, скорее всего, переместится из совсем непригодных для жизни районов в чуть лучшие, но останется в своей стране. Как климатическая миграция отразится на России теоретически, Россия находится скорее в позитивной зоне, но в нашей стране есть своя опасность. Быстрое таяние вечной мерзлоты, которая может сделать непригодными для жизни огромные, ныне заселенные территории. Существенный вклад в потепление внесут и выбросы углекислого газа и метана, которые происходят при таянии льдов. Однако в России, рассуждает Кузнецов, будет много зон, на которые климатические изменения повлияют не так сильно. Москва, например, попадает в зону, где будут чаще происходить смерчи и ураганы, и будут резче климатические колебания, это, конечно, неприятно, но не смертельно. Если все действительно сложится благоприятно, Россия может стать центром притока климатических мигрантов и инвестиций. Исторически в нашей стране уже был положительный приток мигрантов. До 1880 года в Россию ехали в основном образованные и обеспеченные люди из Австрии, Германии, Шотландии и других стран. Тогда все это привело к улучшению квалификации работников и в целом росту экономики. Доцент факультета географии и геоинформационных технологий НИУВШЕ Юлия Кузнецова выделяет два направления климатической миграции в России – южное и северное. Оток людей из Арктики был всегда, но сейчас, судя по всему, он будет нарастать, поскольку тают ледники и разрушается инфраструктура, которая была построена в районах вечной мерзлоты. В южном направлении происходит эмиграция Средней Азии и Кавказа из-за нехватки пресной воды, не только питьевой, но и для орошения. Прогнозируют, что в ближайшие десятилетия увеличится поток мигрантов оттуда. Сейчас из этих районов мигрируют по экономическим причинам, скоро к ним добавятся и климатические, считает эксперт. А может, уже началось? Климатическая миграция, как правило, вызвана комплексом причин, среди которых непосредственно изменение климата – только один из факторов. Например, как говорит Юлия Кузнецова, сирийских мигрантов в каком-то смысле тоже можно считать отчасти климатическими, так как в сирийском конфликте климат тоже сыграл свою роль, там была засуха несколько лет, и она, наложенная на ситуацию в стране, вызвала поток мигрантов. Соответственно, говорят эксперты, климатическая миграция уже началась. Миграция из-за изменения климата уже началась и в США, но, как пишет CNBC, только для тех, кто может себе это позволить. Согласно исследованию Redfin, практически половина американцев, планирующих переезжать в следующем году. Делают это из-за экстремальных погодных условий. Жители Калифорнии уезжают в другие штаты практически на весь летний период, чтобы спастись от лесных пожаров, а некоторые переезжают насовсем, потому что их дома сгорели или пострадали от наводнения. В России тоже бывали случаи климатической миграции. Например, в апреле этого года администрация Норильска начала прием заявок от жителей города для переселения в районы с более благоприятными погодными условиями. Даже если сейчас климатическая миграция не так заметна, а изменения климата кажутся несущественными, человечество уже находится на границе одного из самых крупных переселений народов в истории.